Денис Колючий Ну, давняя история. Вообще я как бы по природе, ну, рок-музыкант, рокер, гитаристом. И, наверное, это имеет отношение к звуку гитары, наверное. Ну, наверное, так. И были волонтеры с Америки, когда-то это 18 лет мне было. И одна из девушек сказала, о, это Терни-Терни. Ну, типа, у тебя колючий звук очень. Ну, наверное, вот я думаю, что-то оттуда как-то и... Ну, звучит это самое. Ну, ребята где-то там подхватили и... А, все. Сколько лет уже играете на гитаре? Ну, много. Лет с 10 я как бы начал пробовать. Мне подарили гитару. Ну, и вот с тех пор я... Что вас вдохновляет? Прекрасные вещи. Красивые. Женщины. Как и всех. Конечно. Что в последнее время любите играть? В последнее время? Ну, у нас есть проект «Фанданго», как мы сейчас с ребятами собрались, ведем. И это фламинго. Мы изучаем такую старую андалузийскую какую-то культуру, африканскую. Откуда вообще это могло произойти? Почему именно в Испании? Откуда? Там слияние культуры очень большое, арабской, ну, как вы знаете, да? Да. Поэтому очень интересная, очень глубокая такая фольклор, тем более, да, такой насыщенный. И очень мало носителей, на самом деле, этого всего. И вы собираетесь, скажем так, развивать эту культуру? Мы исследуем, для себя пробуем, учимся, как бы, продолжаем, в общем, обучение свое. Ну, а фламинго мы не услышим, потому что, я так понимаю, вы только-только изучаете, но есть ведь что-то такое коронное в вашем колючем стиле? Да, ну, эту песню, как бы, вот так вот, что на вскидку, что спеть, всегда пою ее. Ну, это песня Луиса Амстронга, «War one for world». Примерно слова, как бы, я вижу зеленые листья деревьев и красные лепестки роз. Вижу, как они цветут для тебя и меня, и понимаю, что этот мир полон чудес. Ну, как прекрасно. Ну, а теперь все это в аригинале. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень, очень, очень красиво звучит. Очень красиво. Я даже Арстрога услышал местами. Да, пытался. Вы пытались, но получается, на самом деле, отлично. А у вас как, есть авторские песни? Да, конечно. Какого плана? Ну, в последнее время я решил немножко поменяться вообще в плане творчества, сам немножко переродиться. Ну, вообще, очень много... Мы где-то переезжали, лет 7 работали с группой в Казахстане, и там прям каждый год выпускали по альбому. Там сеть меломан были, наши основные партнеры, распространители. Группа «Гагарин» у нас была, мы ездили на российские фестивали, участвовали в нашествии, там, рок от Балтики всякие. Ну, и также по Азии тоже. А песни пишете сами? Да, конечно. А в какое время обычно пишете? Когда музыка, музыка приходит. Да, вот сейчас это как-то вот редко приходит, поэтому я как-то взял паузу и немножко как бы пытаюсь перезагрузиться. Вы говорили о перерождении. Вот каким образом оно проходит у вас? Ну, есть определенные вещи, на которые какие-то сноски в жизни, какие-то темы, тематики, которые волнуют тебя сегодня. Ну, все мы растем, становимся старше, и надо немножко взглянуть на все, тем более на творчество тоже как-то немножко по-другому. Если раньше это был просто какой-то порыв, сейчас охота что-то более осмысленное делать, более с душой, да, скажем так. А в каком стиле? Ну, с душой мы знаем, можно и рэп делать. Ну, я не знаю, мой стиль – это гитара. Вот, наверное, все это единственное, что меня как бы определяет. А песни в основном о любви? Нет, не в основном о любви. Или о общественном транспорте? Она уже, для меня это как бы более широкое такое понятие, как бы любовь к женщине, к маме, к ребенку. К любимой кухне, к любимому блюду. Да, вот осталось, кстати, да. Есть еще вещи какие-то. А вы не думали, вот, как-то выйти за рамки, вот, писать о чем-то необычном, действительно? Да-да, вот я как раз этим и занимался, как раз, всю молодость. Писал необычные песни, там, «Город утро», там, ну, такие странные какие-то названия, там, странная музыка, такие вот, и сами песни были, неформатные немножко. Они нерадийные. На радио, если меня взяли, там, песни 4-5 за всю историю, что прошло, ну, мне нравится делать такую музыку, которую я не слышу. Я хочу примерно слышать, например, такое. И начинаю это делать. Ну, замечательно. Ну, что ж, вам спасибо большое. Напоминаем, да, что у нас в гостях был Денис Калючев. Желаем вам всего самого хорошего и, конечно же, вдохновения. Спасибо.